Явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Многие говорят, что супружество... Я, конечно, как священник, веду речь о христианском венчанном супружестве. И, коль скоро крещены, то должны думать именно о этом высоте. Ему навеки отдана, ему пребуду я верна. Говорят так, ну, я супружеством спешить не буду за мужеством, потому что, знаете ли, быт, младенцы, пеленки, фигура сразу оплывет. Мне нужно еще немножко на волне жизненного успеха поскользить, дай Бог, не по наклонной плоскости. Мы все замечаем, не только батюшки, но и люди, имеющие опыт жизни, что когда девушка становится матерью, она вступает в новую фазу своего бытия, в новые экономические условия, но и меняется в ее личности кто-то. Так что она, расцветая, как бутон розы, дети говорят, это чудо Божье, отнюдь не продукт физиологического сочетания. Бог может дать детей, а может и не дать. Дети – это не проклятие, а благословение. И вот мы прекрасно знаем, что истинное материнство – это чудо. Да, безусловно, здоровье нации подорвано. Всякие консерванты, всякие, как их называют, ароматизаторы, эмульгаторы, красители. Телевизор тоже 25 часов в сутки работающий, не слишком своим фосфорисцирующим излучением, благоприятно воздействует на физику организма. Но если сохраняются этические правила, писанные и не писанные, относящиеся к семейной жизни, а кладовой мудрости является церковь, она в ее заповедях, в ее заветах, в ее наставлениях учит супругов, как жить чисто, честно, благородно. Опыт показывает, что такая душа материнская расцветает действительно, как райская роза, эдемская роза. Я вот сейчас расскажу вам одну историю в качестве лирического отступления, но она очень показательная. Факты – вещь упрямая. Мне недавно пришлось посетить, и даже несколько раз, город Ростов-на-Дону, и там есть у меня знакомая семья, священническая семья. Отец Иоанн, благочинный города Ростова-на-Дону, и фамилию его сейчас вам скажу, чтобы вы не думали, что батюшка на ходу что-то выдумывает. Ему около сорока лет, у него есть матушка, его супруга. Духовенство бывает черное, бывает белое. Вот я какой духовенство? А? Черное. Белое. Белое. Интересно. Опять меня не разделились. Не верь глазам своим. Да, про Трия Артемия – представитель белого духовенства. Так вот этот батюшка, чудо-батюшка, который восстанавливает храмы. Когда я к нему приехал, попросил крестить его тринадцатого ребеночка. Тоже реакции разные. Кто-то говорит, ужас. Ужас. Ну вот ужас это или не ужас, рекомендую съездить к нему. Его найти очень легко. И скажите, что вы родственница отца Артемия. Он вас примет под белые рученьки, положит в будуаре каком-то роскошном и соберет виноградную косточку в землю зароя, соберет на угощение всех своих друзей, и вы посмотрите, что это за чудо. Ну, я считаю, что пример уникальный, нетипичный. Ведь у каждой женщины свой дар. И наивно полагать, что если захочу, то и рожу. А вот. А так как я не хочу, то буду рожать только в следующей пятилетке. Эта бабушка надвое сказала, будешь или не будешь рожать после всех экзекуций, экзерсисов, которые нынче называются pardon me, и простите меня, любовью в жизни молодежи. О нет! Это такой дар, который не терпит издевательств над собой. Так вот, эта матушка меня принимала. Да, и мне как раз было очень интересно, как она справляется. Материально там все прекрасно, в достатке. Батюшка трудится до вечера, народ его любит и несет в дом. В России вообще священники, если они трудятся верой и правдой, нет, протянутой рукой стоять не будут. Но меня интересовало, а как воспитать этих деток, как там все налажено. Поразило, что дети немногословные, пока взрослые сидят и едят, они подносят там, раками батюшку угощал, подносят одних раков, остатки раков уносят. Притом так они с большим интересом слушают, что говорит отец, разговорчивый, веселый, радостный папа. Вот, и я увидел, что у них там такая взаимозависимость. Старший укладывает спать, младший. Средний выносит горшки из-под совсем маленьких. Папа и мама просто почивают на лаврах и дистанционно управляют этим процессом. А там какой-то самозамкнутый цикл, безотходное производство. И вот, знаете, эта матушка, наверное, Бог даровал ей здоровье. Конечно, это удивительный дар. Казачья кровь. Это не жители метрополии. Она такая вся симпатичная, кругленькая, со светлыми глазами. Батюшка ее безумно любит. Когда у них 13-й ребеночек под сердцем забился, врачи с большим благоговением к этой матушке отнеслись. И медицина светская зафиксировала для себя такой удивительный факт. Все внутренние органы матушки как будто обновлены. То есть организм не изношен, как нужно было бы предположить, но как будто бы регенерация какая-то произошла. Но матушка, вот она пышет и дышит здоровьем. И батюшка мне говорит, отец Артемий, ты понимаешь, до чего я своим умом, я не медик, я строитель, дошел, что Бог, когда мы оказываемся верными Его закону, таинственно восполняет недостающее и вот возвращает нам молодость и юность в этом цветенье нашей природы. Типичный случай или нет, сказать я не могу, но только действительно вы уезжаете из этого дома, а он утопает в розах, с живым ощущением, что здесь благоухают души. И прежде всего, та глубокая и проникновенная взаимная любовь, единомыслие, связующая батюшку и матушку, я просто как чудо воспринимал. Ну, батюшка, конечно, должен коснуться и каких-то больных вопросов, очень тревожных вопросов. Ну, батюшка.